Всем привет, это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас не очень приятная тема, но ее необходимо рассмотреть и затронуть. Поговорим мы с вами сегодня про декретный абьюз. Да, действительно существует и такой абьюз, такой вид абьюзивных отношений. Декретный абьюз. Сегодня мы с вами об этом поговорим подробнее. Ну и конечно, прежде чем мы перейдем к рассмотрению нашей сегодняшней темы, я напоминаю девушкам о том, что каждый месяц я провожу бесплатный онлайн курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Это программа для тех девушек, которые хотят стать счастливыми, повысить свою самооценку, обрести уверенность в себе, научиться все-таки любить себя в первую очередь и стать уникальной женщиной, а не удобной для всех окружающих. Принимать участие в курсе можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Главное, чтобы у вас был интернет под рукой. Итак, ссылка находится в описании, поэтому сразу после просмотра этого ролика переходите и регистрируйтесь на наш бесплатный онлайн курс. Итак, смотрите, давайте мы все-таки немножко издалека зайдем для того, чтобы рассмотреть тему декретного абьюза. Вы наверняка, если вы интересуетесь абьюзивными отношениями или тем, как распознать абьюзера на ранних этапах взаимоотношений, должны понимать и знать, что задача абсолютно любого абьюзера в максимально короткий промежуток времени установить контроль за жизнедеятельностью своей жертвы, которая еще не предполагает, что она будет жертвой. При этом он использует абсолютно все средства, которые могут ему в этом помочь. Его основная задача контролировать ваше передвижение, ваши мысли, ваши желания, ваши цели, ваше окружение, вообще все, из чего состоит ваша жизнь. На первых порах может действительно показаться, что возле вас появился очень интеллигентный, очень благородный, заботливый мужчина. Да, его может быть очень много, но это же все-таки добро и любовь. То есть вы можете почувствовать, что мужчина, который за вами ухаживает, очень настойчив в своих ухаживаниях. То есть его очень много. Он присутствует везде. Он интересуется, где вы, с кем вы. Когда вы, возможно, даже начинаете нервничать и задаваться вопросом, а тебе не кажется, что ты как бы перегибаешь палочку, и тебя очень много нет, что ты, что ты. Я просто переживаю, это же забота с моей стороны. И, как правило, мы сейчас не будем прямо про признаки мужчины-абьюзера говорить. У меня есть отдельное видео на эту тему. А поговорим о том, что беременность очень часто используется мужчинами-абьюзерами как инструмент манипуляции женщины. Я объясню, почему это происходит. Вы познакомились. У абсолютно любого периода, первичного, первичный период отношений, период страсти, влюбленности, ухаживания, есть определенный срок. Хотите вы того или нет, но проходит время, страсти утихают, эмоции отступают, люди начинают общаться с позицией личность-личность. Уже там гормональная система так не сводит с ума. И у женщины есть возможность дать здравую оценку тому, кто напротив меня находится, с каким мужчиной я в отношении. Именно по этой причине задача абсолютно любого абьюзера вот на этой волне страсти, на волне гормональной эйфории ворваться в жизнь женщины и поработить ее. Ухаживание, цветы, подарки, красивые слова, быстрое предложение руки и сердца, быстрые разговоры о том, что я хочу от тебя детей, я хочу прожить с тобой всю жизнь вместе, а вашим отношениям еще месяца нет, а вы уже все это видите и слышите. Так как все-таки материнский инстинкт развит у многих женщин, и многие женщины допускают мысль, не просто допускают, а хотят быть мамами, то когда он начинает разговоры про создание семьи и про детей, у женщины еще больше начинает бдительность усыпляться. Есть категория абьюзеров, которые не произносят ничего о детях, они тихонько делают свое дело, используют при этом разные средства, все, что только возможно, чтобы женщина забеременела. И самое интересное происходит после того, как случается эта беременность, в чем выражается декретный абьюз. После того, как женщина забеременела, мужчина может действительно, особенно на первоначальных порах, быть очень понимающим, очень, знаете, заботливым, но женщина уже начинает чувствовать явные перемены в его поведении. То есть, если, я просто хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Если в период влюбленности он следовал своему плану и боялся осечки, представляете, насколько рискованные отношения, если я где-то, не дай бог, покажу ей, что я неадекватный, она от меня уйдет. И там он был безупречным. Сейчас у него уже появилась дополнительная страховка, беременность. То есть, женщина в какой-то степени начинает зависеть от мужчины. В первую очередь эмоционально и чувственно. Ей важно чувствовать себя рядом с мужчиной в безопасности, что он ее не бросит, что он с ней будет рядышком. Он что делает? Он первое время ведет себя более или менее адекватно, но уже начинает проскальзывать какие-то припадки его. А как только женщина доходит до срока беременности, когда даже медики отказываются, например, прервать беременность, сделать аборт, и слава богу, то мужчина начинает резко меняться. Вы узнаете о том, что оказывается, все те правила, которые им прописаны, вы должны им соответствовать. Вас могут начать упрекать в финансах, упрекать в том, что вы какая-то бессовестная, неблагодарная. Вас могут ставить перед фактом, к вам могут пренебрежительно относиться. Начинается проявление пренебрежительного отношения в чувствах, в эмоциях, пренебрежение к вашим потребностям. То есть женщина впадает в состояние шока от того, что видит перед собой совершенно другого человека. Человека, с которым она вообще не знакома. То есть был один герой, с которым я познакомилась, я забеременела, появился совсем другой человек. Два разных человека. И здесь очень часто абьюзеры позволяют себе манипулировать женщиной, шантажировать. Почему? Потому что женщина, естественно, боится остаться без мужчины, матерью-одиночкой. Ей страшно, что он ее бросит. Она старается с ним договориться, где-то подстроиться, пойти навстречу. Он опять этим начинает пользоваться. Вновь начинается давление, вновь начинается пренебрежение. Да, бывают случаи, когда декретный абьюз включает в себе не только эмоциональное насилие, но и физическое. Когда мужчина может себе позволить даже ударить женщину. Но в большей степени декретный абьюз сопровождается пренебрежением, как я уже сказал, чувства, эмоции, потребности, вплоть до бытовых. Вам нужно что-то приобрести. Мужчина говорит, нет, мы сейчас ничего покупать не будем, все ребенку. То есть вы вообще отходите на второстепенный план. Проявления абьюза, они могут продолжаться вплоть до рождения ребенка. Это если мужчина не ушел от вас, а когда ребенок появляется на свет, мужчина полностью переключается исключительно на ребенка. То есть мужчина взаимодействует с ним, с мальчиком, с девочкой, неважно. Женщину просто-напросто выбрасывает из своей жизни, делая вид, что ее нет рядом. Когда-никогда ей достаются какие-то доли, оставшиеся кусочки внимания, чтобы она совсем уж не ревела и не плакала. Но часто бывает такое, очень часто, когда мужчина после того, как женщина забеременела, просто исчезает из ее жизни. Он уходит под предлогом того, что ты какая-то ненормальная, мы не можем быть вместе, мы не можем сейчас быть в отношениях, мы не подходим друг к другу, это была ошибка. Но при этом он прекрасно знает, что у него всегда есть пути отхода. То есть задача абьюзера здесь не просто войти в отношения и построить эти отношения, а зайти в отношения и оставить после себя след, чтобы женщина никогда его не забывала. Он настолько неуверен в себе, настолько закомплексован, настолько расшатана его психика, что для него очень важно, чтобы после него оставался какой-то след. Вот я часто говорю о том, что очень многие мужчины, которые, например, шляются от женщины к женщине, знаете, есть такая категория мужчин, они мачо себя называют. Он переспал с женщиной, потом даже не звонит ей. Не потому, что он мачо, а потому, что он чмо. А знаете, почему чмо? Потому, что он не звонит ей не потому, что он крутой. Он не звонит ей, потому, что боится услышать правду о себе, что он же может позвонить в очередной раз, и ему скажут, дружище, не звони мне больше. Ты там никакой любовник или никакой собеседник, просто это была ошибка. И для того, чтобы не услышать этой фразы, для того, чтобы потешить свое самолюбие, больное. Мужчины бегают от одной женщины к другой. Есть, к большому сожалению, вот такая категория декретных абьюзеров. Эти декретные абьюзеры заманивают в свои сети женщину, начинают играть на ее чувствах, на ее инстинктах материнских, делают все возможное, чтобы она как можно быстрее забеременела. И не просто забеременела, а в максимально короткий срок. То есть они познакомились, там буквально, я не знаю, неделя прошла, а он уже говорит, выходи за меня замуж, там были две недели. А через три недели он говорит, я хочу от тебя детей. Это очень опасная категория мужчин. Поэтому задача, как их вычислить, все очень просто. Задача девушки, которая находится в отношениях с мужчиной, которая начинает говорить о семье, которая начинает говорить о рождении ребенка. ваша задача мужчину загонять в неготовые для него форматы общения, форматы, к которым он не готов. Что значит формат, к которому не готов мужчина? Вот разговор о том, что я хочу от тебя ребенка, и вот эти эмоции все, это заготовка, это шаблон. Он знает, как там ориентироваться. А когда вы его выводите за рамки его шаблона, он начинает теряться. И смотрите на его реакцию. Я вам приведу такой пример. Мужчина говорит своей женщине о том, что он хочет от нее детей. Она растекается, естественно, там, да ладно, ой, блин, так приятно. Так рано, конечно, неожиданно, но приятно. И вы можете уйти в эмоции, но этого делать не нужно. Нужно задавать мужчине конкретные вопросы. А как ты себе это представляешь? В смысле, как представляешь? Ну, как ты себе представляешь? Мы с тобой сначала расписываемся, свадьба у нас. Потом у нас рождение ребенка. Где мы будем жить? В какой клинике я буду состоять на учете? Есть ли у тебя финансовая возможность обеспечивать нас? Потому что у меня же все-таки, если я буду в декретном отпуске, у меня не будет работы, я не смогу зарабатывать. А наш ребенок в какой сад будет ходить? А где он будет, у какого врача наблюдаться? То есть какие-то вопросы очень обычные. И эти обычные вопросы, они, как правило, мужчину, который абьюзер мужчина, который не готов к этому, они выводят его из себя. Он может начать нервничать или говорить просто, да, это мы все решим, это все решаем. Нет, подожди. Вот давай так, смотри. Ты же представляешь, сколько денег нужно даже на подготовку к родам? Ты представляешь себе? Причем хотелось бы родить в хорошей клинике, под наблюдением хорошего специалиста. Чтобы у ребенка была хорошая кроватка, чтобы у ребенка были качественные вещи, чтобы у ребенка была хорошая коляска, хорошая переноска. То есть давай посчитаем, сколько это стоит. Вы должны понимать, что если напротив вас мужчина, который делает такие заявления, но он не готов к этому, не материально, не мысленно, он даже не понимает вообще, что такое рождение ребенка, перед вами человек безответственный. Да, возможно, он и не там абьюзер, но безответственный 100%. А абьюзер, конечно, начнет что делать? Абьюзер начнет нервничать, психовать. Они всегда нервничают и психуют, когда что-то идет не по сценарию. Поэтому я всегда рекомендую девушкам насторожиться, когда вы слышите от мужчин на раннем сроке о том, что нужно выходить за меня замуж или рожать ребенка. Скорее всего, с большей долей вероятности, возле вас самый настоящий абьюзер, который поставил цель перед собой контролировать вас и поработить вас. Если вы сомневаетесь в моих словах, вы можете, конечно, довериться такому мужчине и попробовать отношения с ним построить. Но, пожалуйста, не удивляйтесь, когда вы обнаружите после того, как произойдет беременность, как здорово и сильно он поменялся. Учитывая, что абьюзеры все-таки ребята с такой психикой нестабильны, все может закончиться тем, что вы либо останетесь одна, то есть вы просто-напросто, вас не будет в отношениях, либо на какое-то время мужчина успокоится, произойдет вторая беременность, а после того, как наступит вторая беременность, он еще более поменяет свое отношение и с каждым разом будет становиться все хуже, хуже и хуже. Поэтому никуда не торопитесь, и для того, чтобы не нарваться вот на такого абьюзера декретного и не попасть, не стать жертвой декретного абьюза, постарайтесь, конечно, пообщаться с мужчиной продолжительное время. Это продолжительное время может длиться как минимум полгода, должно длиться как минимум полгода. Полгода, и постарайтесь не бежать в отношения с головой, как обычно это делают женщины, большая часть женщин. Поухаживал какое-то время, вы уже с ним в постели. Слушайте, ну сексуальная близость – это здорово и прекрасно, но это не основание строить отношения. И это не основа отношений, это не фундамент. И секс не может быть фундаментом отношений. Поэтому общайтесь, присматривайтесь, смотрите на реакцию мужчины, смотрите на то, как он себя проявляет, позиционирует, и только после этого принимайте какие-то решения. Все эти разговоры, бла-бла-бла, это все прекрасно. Пока период страсти и влюбленности. Страсти и влюбленности проходят, абьюзеры как подснежники появляются и начинают себя проявлять с разных сторон. Я еще раз напоминаю, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Мы там как раз и затрагиваем темы абьюза, но не только декретного. В общем, говорим про абьюзивные отношения, про насильственные отношения. Поэтому переходите по ссылке, которая находится под этим видео, регистрируйтесь и принимайте участие. Участвовать можно из любой точки мира, это абсолютно бесплатно. Главное, чтобы у вас был интернет. С вами был Марк Бартон. До скорой встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok